Привет! Ну помимо Шипиловской улицы еще и Шипиловский проезд, но он, если Шипиловская улица проходит по Орехово-Борисово и Зябликово районам, то Шипиловский проезд, он проходит, ну как раз около начала Шипиловской улицы, и он проходит по району Орехово-Борисово и еще Москворечье-Соборо. Вот, и проезд тупиковый, тупиковый, он идет от Каширского шоссе и до гаражей и садов вблизи кольцевой дороги, ну то есть он почти доходит до кольцевой дороги, но не совсем, там все-таки примерно километр еще до кольцевой дороги. Ну и метро Орехово находится в середине этого проезда, непосредственно выходит на этот проезд. Он сам в двухстороннем движении автомобильного транспорта по одной и двум полосам в каждом направлении, длина проезда составляет почти 5 километров, это наверное один из самых длинных проездов вообще в Москве, есть не самый длинный, именно проезд. Вот, ну и вообще проезд можно разделить на две части, первый идет от Каширского шоссе до метро Орехово и вторая часть от метро Орехово и до конца, почти до кольцевой дороги. В первой части нет вообще никаких строений, кроме гаражей, есть такая идет зеленая зона с деревьями, зелеными такими куртинами, прудами борисовскими и парком небольшим в начале этого проезда. Ну а вторая часть, это в общем такая уже типичная городская застройка, с жилыми домами, там магазинами и всякими там социальными разными организациями. Около метро Орехово находится музей-заповедник Царицыно, как раз часть этого проезда проходит по границе этого заповедника, ну немножечко так чуть касается его, около метро Орехово и все дальше уже уходит. Вот, по одной стороне проезда практически на всем проезжении жилых домов нету, там в основном находятся гаражные гаражи всякие, стоянки, а также открыты зеленые площадки, в том числе и пустыри, ну сейчас в большей степени уже такие облагороженные территории, ну в том числе и вот как раз частично территория музея-заповедника Царицыно. Ну а по другой стороне находятся уже жилые дома и разные нежилые постройки такого больше социального характера, поэтому и назван проездом, да, потому что жилые дома и эти социальности не находятся только с одной стороны. Ну и так же как и относительно Шипиловской улицы, назван был проезд в 1379 году, потому что здесь находилась раньше под Москву в деревне Шипилово, она в 1360 году вошла в состав Москвы, но деревенская затройка она еще какое-то время потом сохранялась, еще примерно до 1370-х годов, когда уже полностью снесли все деревянные дома, которые здесь вот находились, от деревни Шипилово. Вообще этот проезд, это старая Каширская дорога, ну а Шипиловским проездом раньше называлась улица Маршал Захарова когда-то, чуть больше 30 лет назад проезд был длиннее, но в 1384 году из его чтей называли улица Маршал Захарова. В начале проезда находится сквер около Каширского шоссе, где раньше были деревянные дома села Сабурово и теплица с огородами на совхозе имени Ленина, где продавали овощи для окрестных жителей. Вот, здесь можно хорошо отдохнуть на скамейках и в беседках, ну и вообще посмотреть на живописные места. Так что маршрут от Петру Орехово до Каширского шоссе по этому проезду можно оказаться довольно привлекательным для многих из вас, но чего сложно сказать, в общем-то, о второй части проезда, который идет от Петру Орехово и почти до Кольцевой дороги. В середине проезда находится небольшая Шипиловская плотина, разделяющая Борисовский и Нижний Царицинский, его еще называют Шипиловские пруды, с которой открывается отличный вид и на тот и на другой пруд. Построена была эта плотина еще в 18 веке на старой Каширской дороге, которая как раз на месте Шипиловского проезда тогда проходила. Здесь рядом с плотиной есть специальный пешеходный мост через пруды, с которым можно построить на саму старую плотину. За концом проезда в зоне очуждения у Кольцевой дороги, между, собственно, концом проезда и Кольцевой дороги находятся обстоянки, гаражи, ну, большие яблоневые сады, остатки бывшей деревни, а также овраги и заросли верховой речки Язвенка. Вообще, на этом проезда много очень гаражей, ну, отчасти паркингов, хотя больше таких советских еще гаражей зеленых, да, тем известных, и открытых от стоянок тоже, особенно около метро Орехово. Метро Орехово, кстати, здесь было открыто, зеленые ветки метро было открыто в 1884 году, и какое-то время станция Петро Орехово была конечная, ну, небольшое время, пока линию, по-моему, в 85-м году через год не продлили до Красногвардейской. Улица, вот, в основном, жилищно-социальная, ну, кроме, естественно, зеленых зон и отстояночной зоны, ну, а по другой стороне она жилищно-социальная, здесь много жилых домов, вот, и в основном они все относятся к советскому времени. Это 9-12-16-этажные дома, построенные в 1770-е годы. Ну, есть также 17-этажные дома, построенные отчасти в 1870-е годы, ну, отчасти уже в 1890-е годы, в постсоветское время. И есть один 10-этажный дом, построенный в 397-м году, тоже в 1990-е годы. Новее домов здесь нету, ну, и, в общем, реновации здесь тоже этот проезд не затронет, потому что здесь нет пятиэтажек и других малоэтажных домов, минимум девятиэтажные дома, так что здесь, вроде как, ничего пока строить не планируют, ну, я имею в виду и жилых домов, по крайней мере, да и других объектов тоже. Очень плотная здесь застройка, особенно строить негде, ну, есть только по Царицыно, но там, я думаю, не тронута они территория, там все огорожено. Это музей-заповедник. Ну, и Борисовский, правда, тоже трогать не будут, ну, по крайней мере, в ближайшем. Рядом со станцией метро Орехова находится автостанция Орехова с диспетчерской, она открыла в 2009 году эта автостанция. Ну, а так, здесь находится несколько детских садов, школ, помимо жилых домов, также и торговые центры, разносов около метро Орехова, всякие сервисные организации. Рядом со станцией Орехова также находится геронтопсихологический центр «Милосердие», интернат для инвалидов и старых людей, значит, трехэтажное здание, построенное в 376 году, под номером 31. Шипиловский отдел ЗАГСа, под номером 31, тоже рядом находится, двухэтажное здание 2016 года постройки. Также находится поле гостиничного хозяйства Царицыно, под номером 37, в трехэтажном здании. Торговый центр, под номером 39, рядом находится гостиница Орехова, причем два здания. Вот, это, соответственно, ну, как бы два корпуса, два корпуса. Под номером 32 корпус 2 и 43 корпус 1. И есть еще гостиница Орехова, да, еще и гостиница Царицыно, вот, она под номером 47. Вот, ну, сначала был, в общем, панельный жилой дом, построенный в 1390 году, потом в нем открыли гостиницу. Также на проезде есть Ореховское кладбище, владение под номером 45. У нее сам пятерочка, аптеков, здание под номером 59, корпус 3, строение 3. В 1373 году постройки с позднейшими переделками, леченый профилактический центр под номером 61, строение 1, бывшая молочная кухня, центр развития спорта «Вершина» имени Сергея Макарова, под номером 63, бывшее футбольное поле, место в иглу собак. Ну, это, в 2016 году место было переоборудовано под спортивный пункт. У нее сам «Дикси» под номером 65, корпус 2, насосный перекачивающий станции «Бирилевская» и «Борисовская», построенный в 1387 году, под номером 67а. Конвенционная насосная станция «Орехово-Борисово» по номер 75, ну, это уже там больше в овраге, как раз в конце этого проезда, и там находятся две электроподстанции «Каширская» и «Боглево», а также «Орехово-Борисово» регулирующий узел МОЗ «Водоканала». Ну, такая насосная станция, водоохранная зона. Раньше здесь была свалка, в том числе и радиоактивных отходов. Ну, вообще здесь много паркинг, гаражей. И вот совсем недавно здесь открыли физкультурно-раздоровительный комплекс с бассейном на месте недостроя советского, еще не знаю, что там хотели строить, но долгое время было недостроя, потом построили. Твартирный куб сокрыли в 2018 году, под номером 59, корпус 1. Там местные жители физкультурой занимаются и плавают. Вот, а так, конечно, самое главное здесь, это именно, мы здесь заповеднием Царицыно, и вот эта зеленая зона, вот Каширской шоссе, там прогулочная такая зона, и дальше через Борисовские пруды, Борисовские царицыно-студанки, вот, через Плотину, и дальше до метро Орехова. Это самый такой лакомый кусочек, где хорошо погулять, как раз, в принципе, зеленый, так приятно отдохнуть. Ну, а все остальное, в общем, особо интереса не представляет. Хотя, ну, в конце проезда тоже можно своих. Настатки яблоневых садов, застройка же обычная, такая типичная советская застройка, живыми домами, сами не видят. От метро Орехова может пешком дать, или на автобусе 711. Ну, по начальному участку от Каширского шоссе до Шипиловской улицы вообще странств не проезжали. Приятных прогулок, и до новых встреч на улицах Москвы.